Итак, институту 50 лет. Конечно, за эти годы многое изменилось. Значительно расширились возможности диагностики, существенно изменились подходы к лечению целого ряда заболеваний. Но основы, принципы работы, традиции, заложенные еще во времена Николая Ниловича Бурденко, в институте свято сохраняются, сохраняются и, конечно, развиваются. Рассказывает директор Института нейрохирургии имени Бурденко, академик Академии медицинских наук страны Александр Николаевич Коновалов. Один из главных принципов – это организация исследований в институте в виде большого и очень сложного комплекса. Это имеет очень большое значение для нейрохирургии. Я хотел бы просто пояснить, почему. Во-первых, в то время, когда создавался институт нейрохирургии, это было полвека назад, нейрохирургия была одной из самых сложных специальностей, и, пожалуй, самым трудным вопросом был вопрос о диагностике, потому что операции на нервной системе, они отличаются и сложностью, и особой опасностью. И вот в то время вопросы диагностики были очень сложны. И один человек, один специалист, не в состоянии был поставить правильный диагноз. И поэтому собиралась группа представителей близких специальностей – невропатологи, рентгенологи, физиологи и ряд других специалистов, я просто перечислять их не буду, которые вместе разбирались в очень сложных вопросах диагностики и пытались поставить, насколько возможно было, точный и правильный диагноз больного. Это первая необходимость вот такой комплексной организации института. И вторая особенность, я хотел бы особенно подчеркнуть ее, она связана с тем, что нейрохирург – это специалист, который имеет единственную, неповторимую, уникальную возможность наблюдать работу обнаженного, открытого мозга. И не случайно Николай Анилович, человек исключительно талантливый, понимал эту особенность нейрохирургии и называл ее наукой разъясняющей. Он вкладывал в эти слова такой смысл, что вот нейрохирургия в состоянии постигнуть такие особенности работы мозга, изучить такие закономерности, которые недоступны другим врачам и которые помогут другим врачам, которые лечат больных с разными заболеваниями нервной системы. Он всегда настаивал на том, чтобы действительно во время любой операции нейрохирург и все те исследователи, которые работают вместе с ним, могли действительно получить наиболее полную, наиболее точную информацию о всех тех сложнейших процессах, которые происходят с больных. И сейчас, вот продолжая традиции Николая Аниловича, мы стараемся развивать эти принципы. Конечно, прошло много времени, полвека – это большой период. Изменились диагностические возможности института, изменились принципы операций, но вот подход к нейрохирургии, как к науке, которая раскрывает закономерности работы мозга, они, конечно, остались. Александр Николаевич, известно, что одна из актуальнейших проблем современной медицины – онкология. И если есть какое-то подозрение на опухоль, то и у медиков, и, естественно, у самого пациента, и его близких всегда возникает тревога. Это касается любого органа. Но если речь идёт о мозге, то здесь тревога особая, потому что ведь всякое вмешательство в мозг, святая святых организм – это очень большая опасность и ответственность. Вот что изменилось за последние годы в диагностике и возможностях лечения опухолей? Вы затронули очень важный вопрос вообще о тех проблемах, которые решает институт нейрохирургии. И вот среди этих проблем, и практических, и научных одновременно, проблема лечения опухолей занимает особое место. Это понятно, потому что опухоли мозга, какие бы они ни были, это я подчёркиваю, доброкачественные или злокачественные, неизбежно приводят к очень серьёзным осложнениям. Это происходит по понятным причинам, ведь эти опухоли растут в замкнутой полости, полости черепа. И неизбежно, по мере своего роста, они сдавливают мозг. Последние годы в лечении опухолей мозга достигнуты серьёзные успехи. И связано это с рядом причин. Это точная диагностика. И второе – это совершенствование хирургической техники. А сейчас нейрохирургическая техника, она принципиально изменилась. И принципиально изменилась, в первую очередь, благодаря тому, что мы очень широко используем принципы микрохирургии. Используем микрохирургическую технику. Это касается и опухолей микроскопических по своему размеру, ну скажем, опухолей, там, гипофиза, эпифиза, и огромных опухолей всё равно. Само вмешательство мозга, как таковое, требует ювелирной работы, очень тонкой. Вот это впечатление, может быть, не совсем… Понимаете, когда говорят микрохирургия, это разумевает какое-то кровочное образование. Да, да. Я понимаю. Вот это не совсем точное впечатление, что ли, или представление об опухоли головного мозга. К сожалению, как это может быть не парадоксально, к нам поступают больные с огромными опухолями. Но, тем не менее, даже при этом применение микрохирургии абсолютно необходимо. Потому что все мы понимаем, что такое головной мозг. Всё, что есть у человека, все его эмоции, поведение, личность его, это связано с головным мозгом. Микрохирургия даёт нам принципиально новые возможности в лечении больных с разными заболеваниями. Я хотел бы сказать, что это важное для нас и научное направление. Потому что мы должны буквально переосмыслить всю нейрохирургию прошлых лет уже с новых позиций. Мы должны по-новому переосмыслить анатомию мозга в преломлении к микрохирургическим операциям. Мы по-новому изучаем физиологию головного мозга. И диагностика тоже требует... Уже к диагностике мы относимся с новыми требованиями, более точными требованиями.